МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире канал Культура, программа Наблюдатель. Сегодня наблюдать доверено мне. Меня зовут Андрей Максимов. Таким серьезным событием в культурной жизни даже не Москвы, а я думаю, что всей страны стала мультимедийная выставка, проинсталляция «Православная Русь. Моя история XX века от Великих Потрясений к Великой Победе». Она охватывает период с 1914 и даже чуть раньше до 1945 года. Очень интересный период в жизни Русской Православной Церкви. Сегодня мы об этом будем говорить, об этой выставке и об этом периоде. Как всегда, в прологе я сдаю один и тот же вопрос. Гостям прошу на него ответить. Таким образом, я их представляю. Вопрос очень простой. Что вас лично больше всего поразило на этой выставке? Лично вас что поразило? Экспонат, человек, сама, я не знаю, что хотите. Говорите. Юрий Александрович Петров, доктор исторических наук, профессор, директор Института российской истории РАН. Больше всего меня поразила толпа, которая стоит в очереди на эту выставку. Это говорит о том, что интерес к истории в обществе очень велик. И уже внутри, на самой выставке, вижу, как люди тоже поражают. Они стоят и подолгу рассматривают, слушают, пытаются вникнуть, понять для себя, какова же была наша история первой половины XX века. Вот это, пожалуй, самое пока сейчас яркое впечатление. И говорит о том, что рейтинг нашей передачи будет высокий. Раз ждем так интересный, стараемся. Ну, я не для этого говорил, но если так получится, то буду рад. Александр Леонидович Мясников, историк, один из создателей выставки. Что поразило больше всего вас? Тот факт, что совершенно, будем так говорить, ну, известные факты, которые вы поднимаете и выставляете на стену и оживляете, они начинают действовать на людей совершенно по-иному. Ну, например. Ну, дело в том, что впервые, я такого не знаю, может, где-то было такое, впервые на этой выставке сделан 250-метровый экран. 200 тысяч четверть километра кино, то есть это не одно кино, а там куча всяких фильмов, такой, все интерактивы, все. Суть заключается в том, что вот мы вместе и с Институтом истории, и с архивами, мы приняли решение для того, чтобы избежать проблемы вот этой вот правды белого, черного, перекрашивания и все прочее, мы выстроили в хронологическом порядке. Вот 250-метровый экран, это на самом деле хронология от 2014 года до сентября 1945 года, когда все факты, они стоят на своих местах. И вы уже не в состоянии сдвинуть туда и сюда, объединить что-то или там, или разъединить что-то такое. И вот это восприятие, оно совершенно другое восприятие людей. То есть, как и на предыдущих выставках, уже здесь я слышу абсолютно то же самое. Я узнал вещи, которые никак никогда в жизни не слышал и не знал. Хотя, я еще раз говорю, все тайны, которые там есть, они благодаря нашим историкам зарыты. Вы чего-то не знали? Нет, я говорю зрители, зрители, которые приходят туда. Нет, ну я тоже не все знаю, что вы воспринимаете. А что вы для себя отключили, вы не знали, например? Я, например, с удивлением увидел документы, связанные с желанием наших союзников в 45-м году начать войну 1 июля. Вот это для меня было шоком, потому что я слышал об этом, но никогда не видел документов. В апреле 45-го года Черчилль послал запрос в свой штаб разработать идеологию, возможность ведения войны против своего союзника, то есть СССР. Начало войны был назначен на 1 июля 45-го года. А что помешало? А помешало два фактора. Один из них совершенно неожиданный. Дело в том, что по непонятной причине... Еще два слова предыстории. Дело в том, что союзники наши практически не разоружали ни одну немецкую дивизию. Они все были в полном комплекте, переведены на север Германии либо на юг Дании. И в них были британские командиры, которые, в общем, на всякий случай стояли. Поэтому расчет был такой, что немцы, ожесточенные военными действиями с Россией, они, естественно, с удовольствием примут участие вот в этой самой новой войне. Примерно за три или за четыре дня до этого четвертого, до первого июля, вдруг совершенно неожиданно Жуков поуказывали Сталина без указа. Ну, я думаю, что по указу, потому что я вряд ли что-то мог делать без указа Сталина. Он начинает передислокацию войск. И, в общем, это было воспринято как такая некая утечка информации. И уже внезапно она пропала как такова. Это одна из версий, будем так говорить, потому что факт такой передислокации есть. А вторая, это то, что американцы, все-таки, Трумэн сказал, что давай не будем это дело делать. Давай все-таки мы боимся. Потому что там у американцев очень интересно. У них для того, чтобы началась война, нужно, чтобы все начальники родов войск согласились. И вот начальник родов войск, по-моему, сухопутный сказал, что не надо. Лучше не надо связываться. Какие интересные вещи открываются. Вы знаете, Юрий Александрович, я хочу задать вам вначале вопрос, который меня очень интересует давно. И я его задавал несколько раз и не получил какого-то мне отнадо ответа. Как так получилось, что православная страна за веру царя и отечества довольно просто согласилась с тем, что разрушаются храмы, отливаются из колоколов, делать бог знает что, что вера как будто в 17-м году так просто сдала позиции на смену одной веры подлинной, пришла суррогатная вера большевиков и так далее. На смену иконам появились фотографии портрета Ленина. Как так получилось, что вот так быстро это все случилось? Хороший вопрос. Я чуть-чуть прокомментирую предыдущее мнение моего коллеги насчет того, что была бы война уже в июле. Я думаю, что все-таки это не вполне достоверные данные. Союзники были людьми прагматическими, им Советский Союз нужен был против Японии. Но это и был основной аргумент. Да, и вот поэтому, во всяком случае, до окончания войны с Японией никаких, конечно, движений они бы не предприняли. А что касается нашей Родины и с ее несчастьями и бедами, ведь надо, мне кажется, видеть, что кризис веры, кризис религии и церкви, он не в 17-м году начался. Все, в общем-то, что касается образованной элиты общества, она уже была либо атеистической, либо еще какой-то многобожием заменяла. Занималась богостроительством, богоискательством, следовала заветам Ницше, что Бог умер. В общем, был такой духовный кризис. Вот весь период начала века, период декаданса, это был кризис, собственно, внутренней идентификации, кризис духовный. И, конечно же, когда произошли вот эти социальные катаклизмы 17-го года, и вот весь этот интеллектуальный атеизм стал господствующей идеологией, это не сразу, на самом деле, проникло в основную массу населения. Конечно же, не сразу. Вспоминаются сразу строчки Сергея Александровича Есенина. Крестьянин в деревне жалуется. На церкви комиссар снял крест. Теперь и Богу негде помолиться. Уж я хожу теперь украдкой в лес. Молюсь осинам. Может, пригодится. Это религиозное чувство не было утрачено, хотя оно было, так сказать, сверху запрессовано, подавлено. И даже в 37-м году, когда проводилась очередная перепись населения, один из фактов, который вызвал негодование Сталина, в связи с чем разработчики и участники этой переписи были репрессированы, а ее результаты фактически закрыты, засекречены. Просто решая все проблемы. Да, это был тот факт, что чуть ли не половина населения страны в этой переписи заявила о себе как о людях верующих, несмотря ни на что. Но 20 лет уже прошло, и все-таки почти половина заявили себя людьми верующими. Поэтому вот эта смена иконы на портрет Ленина, она произошла внешне быстро, но внутри, в сознании людей. Такая трансформация, конечно, растягивалась на время. Вы-то знаете цифры. В 17-м году было 78 тысяч церквей и 1253 монастыря. 78 и 1253. В 91-м году 7 тысяч церквей и 16 монастырей. Люди, половина верующих. Почему было сопротивление, не было сопротивление вот этому уничтожению религии? Нет, сопротивление всегда было… И до какой степени оно было серьезным? Или это была такая только… Нет, ну, конечно, там не было никаких групп, которые вооруженно что-то там защищали. Но вы знаете, это на самом деле, вот вы задали вопрос изначально, но очень сложный, потому что вот эта технология подмена одного другим, она была очень-очень-очень хитрая, очень просчитанная. Потому что, с моей точки зрения, когда вот эта история с мировой диктатурой пролетариата, стало понятно, что она не очень срабатывает, вот тогда появилась такая идея, которая очень близка, как бы, христианская – это всеобщая справедливость. Вот мы за справедливостью, мы вот ратуем за справедливостью, и она как-то это все стушевала. Потом вы не забывайте, что вот этой агитацией антирелигиозной, вообще вот антирелигиозной, она входила как бы в общий комплекс создания нового государства и новых людей. Фильм «Волга-Волга» – это вообще агитка. Агитка, связанная с очень простой вещью, на самом деле. О том, как хорошо жить, когда у вас нет воскресения. Если вы посмотрите титры, которые там в этом фильме, то титры там очень простые. Первый день – шестидневки, второй день – шестидневки. На сегодняшний день 99% зрителей вообще не понимают, о чем речь идет. Они думают, что это просто так, что-то такое, да? А ведь на самом деле это была госпрограмма. Убрать воскресенье вообще из недели, чтобы не было этого слова, как такого, потому что оно связано с христианством. Сначала была идея пятидневки, она на нее жилась, она два года примерно пробыла. Там народ сошел с ума просто, потому что уже ничего было непонятно. Какой день недели, какой, что, как. А потом появилась шестидневка. И, между прочим, эта шестидневка была до 40-го года. В 40-м году уже все, вернулись обратно, потому что уже просто у людей полная вообще в голове была каша. И это касалось практически всех аспектов жизни. Меня больше всего поразила система обучения в высших учебных заведениях. Значит, это была же такая система большевистская, поэтому была введена система бригадного подряда. Это было совершенно замечательно. Значит, вот учебный вуз, группа, пять человек, шесть человек, считается, как бригада. Выбирается бригадир. Вот этот бригадир бедный ходит, сдает экзамены, заполняет все бумаги, все, что угодно делает. А все остальные просто ходят. Лекции читать было категорически запрещено. Это считалось буржуазным влиянием. Преподаватели единственное, что могли сделать, это помочь вам освоить, полистать учебник, еще что-то такое. Ну, это было до середины 30-х годов, потом это все. Но было вот это вот, все новое пытались ввести, включая новые слова, новая лексика, новый календарь. Ну, абсолютно все. Это все входило в общую вот эту вот канулу. А скажите, Александр Ильич, а почему русский народ так включился в эту совершенно безумную историю? Мы ведь читаем там, мы читаем Катаева «Время вперед». Значит, правда, что там написано? Ну, почему только русские? Все народы Советского Союза включились. Давайте не будем вот такую избирательность вводить. Конечно, включаясь. Почему? Ну, потому что в идее коммунизма все-таки была заложена такая ирзация религии. Вы об этом упомянули, суррогатные религии. Заменить Царство Небесное на коммунизм, а мучеников на революционеров, пожертвовавших своей жизнью. Отсюда и новые красные ритуалы, которые были калькой, вообще говоря, с церковных, это попытка выжить, как бы, религию, заменить ее идеологией, но с такой религиозной обладкой. И почему это так подействовало? Это вопрос, что называется, на все времена. Почему? Есть хорошее выражение у Наполеона. Оно, мне кажется, к месту. Нации, как и женщине, непростительная минута слабости, когда каждый заезжий эвантюрист может овладеть ее. Твоя минута слабости была проявлена. И власть установилась новая. Но эта власть сумела найти какие-то пружины в душе русского мужика. Она действительно дала ему землю, выгнав помещиков, дала ему тот самый мир, хотя и похабный, сбрестский мир с Германией, но мир был заключен. Собственно, в этом была сила этой власти, и ее преимущество перед белым движением, у которого не было адекватного ответа на эти кардинальные вопросы. Сумели завести народ, настроить его на построение светлого будущего, на достижение Царства Небесного на земле, уже они где-то на небеси. И вот этот религиозный экстаз, который в душе русского крестьянина сохранялся всегда, его сумели, мне кажется, сменить вектор и перенести на строительство социализма. То есть, в общем, поступили подло, но умно. Ну, умно уж точно, да. Да, очень умно. Да, умно-то точно. Подло, ну, это вопрос определений. Я все-таки думаю, что они были сами фанатики и верили в достижение этих целей. Во всяком случае, вот это первое послеревизионное поколение, оно действительно верило, что будет коммунизм скоро, и будет мировая революция. Поэтому в их действиях было много утопизма, какого-то безумия, но подлости. Я бы сказал, что это уже удел следующих поколений руководителей, которые поняли, что уже ничего такого не будет, и все-таки продолжали твердить заученные лозунги. Как в этой ситуации, в ситуации разрушения церквей, подмены одной веры на суррогатную веры, вели себя священнослужители в основном? Я понимаю, что разные люди ведут себя по-разному. Вы знаете, я могу честно сказать, что я не историк церкви. Нет, но уже делали эту выставку. Да, конечно. Там же про это, наверное, расскажешь. Конечно, есть. Вы знаете, там сложно сказать, что они делали. Вообще сложно сказать, что делает человек, когда его арестовывают. Арестованы же были десятки тысяч людей. А те, кто остались, они служили как могли. Это люди были арестованы только за то, что они священники? Только за то, что они были священники, только за то, что они осуществляли, что называется, свои деятельности. Только за это. Потому что, вы понимаете, вот эта власть, она обладала одной удивительной способностью. Это люди, которые были наверху. Почему? Вопросы, которые вы задаете, они всех на самом деле людей волнуют. Эти люди, которые были у власти, они умели одно качество. Они умели очень чётко формулировать свои цели и задачи. То есть людям было понятно, ради чего нужно терпеть одно, выносить другое, потому что есть что-то. Вот эта возможность и умение формулировать то, что нужно делать, оно было очень, конечно... А можете говорить о том, что церковь проиграла идеологически, что она не смогла что-то такое сказать людям? Или это неправильно? Вы знаете, нет, это абсолютнейшая неправда, потому что это подтверждает, в общем, конечный как раз результат вот этой истории нашей выставки. Это Вторая мировая война, Великой Отечественной, потому что всё-таки именно к истокам традиционной веры были вынуждены вернуться во время войны. Вот я хотел у вас спросить, я читал Сергий, 1936 год, 1943, место блюститель, 1943, 1944, патриарх. В чём разница? Почему важно, что человек стал патриархом? Ну, сначала чуть-чуть к вопросу о кризисе церкви. Кризис всё-таки был. И хотя наша выставка, она посвящена не только православной церкви и не только религии, она вообще посвящена истории России как таковой, в которой, конечно, религиозный компонент очень силён. Поэтому кризис, конечно же, был, и не зря же вспоминали тот же блок о том, как, помнишь, как бывало, пузом шёл вперёд, и крестом сияло брюхо на народ. Это отражение восприятия священника церкви вот в самых низах, в народе. И там происходили такие процессы, религиозное чувство сохранялось, а как бы носители, это чувство его олицетворения, церковь, священство, они дискредитировались. И этим процессом дала, конечно, очень сильный толчок Первая мировая война с её жестокостью, с её вот этими миллионами страшных жертв, с этими бесчеловечными приёмами войны, с газами и так далее. Это был кризис гуманизма, вообще говоря, уже она положила кризис гуманизма во всём мире. Вот это надо иметь в виду, рассуждая о нашей собственной православной церкви. Теперь почему? Да, я тоже не специалист, скажу вам, прямой в истории церкви, но воспринимаю это явление так, что патриархом уже стал официально главный иерарх страны. Это фактически означало восстановление всей церковной структуры. Почему? Вот у вас какой историк? Есть ответ, почему? Конечно же, это опять-таки тот самый прагматичный подход большевиков. Надо в момент патриотической войны задействовать в душах людей ещё вот ту вещь, которая не была до этого использована. Это сражение за веру. Это же надо тоже понимать, что это было сражение, война за Родину, война за народ, но это была ещё и война за собственную веру, за сохранение своей идентификации. А страха за то, что вот эта старая вера, настоящая вера вытеснит новую, не было совсем? Может быть, и был. Я тут не поручусь, но было вполне очевидно, что на кону тогда стояли более серьёзные вещи. И то, что Сталин пошёл на вот такое восстановление русской православной церкви, её престижей, храмов, в том числе и приходов, это всё говорит о том, что он чётко рассчитал, что это будет очень важным фактором достижения победы. Это был чисто прагматичный ход? Абсолютно. Потому что, вы знаете, говорят про то, что Сталин же учился в церковно-прихонской школе, что он сам был верен. Как-то до этого он не вспоминал об этом. В семинарии, да. Дело в том, что это совершеннейшая прагматика, и была она вызвана ещё и тем, что в 41-м году армия, которая была создана этих молодых красивых комсомольцев, она, в общем-то, потерпела полное поражение. И к 43-му году в армию уже были люди, ну, будем так говорить, взрослые, 40-45-летние, те, кто родились вообще до революции, те, кто уже были крещены до революции, вообще, как бы, понимали... Это же удивительно, когда смотришь фотографии, когда у людей награды Великой Отечественной войны и кресты на груди, понимаете? Это же совершенно удивительная вещь. Но поэтому это было вызвано, конечно, тем, что нужно всё это дело поднимать. Вспомнили, и появились награды, появились на плечах погоны, то, что вообще воспринималось совершенно как полное безумие. Появились звания, которые тоже были отменены, кроме красноармейца, краснофункции, командира. То есть это всё, это была необходимость. То есть необходимость зацепиться за корни, которые дадут хотя бы выжить и победить. Там же ведь был такой, я так думаю, что скорее у Сталина и у руководства был такой наполеоновский вариант. Главное выиграть там любой ценой. Можно пойти сдать там одни позиции большевистские, другие, но главное вот это вот оказаться победителем. Правильно ли я понимаю, Юрий Александрович, что вы говорите о том, что до революции уже был какой-то кризис в церкви, а всё, что началось после революции, это был её крах? Мы сейчас говорим про церковь. Ну, во всяком случае, обострение кризиса было очевидным. Но с другой стороны, шёл процессы внутреннего какого-то высвобождения. Мне кажется, что весь дореволюционный период в церковной истории, начиная с Петра до 1917 года, он официально именуется синодальным периодом русской церкви. Почему? Потому что был синод, но не было патриарха. Пётр Первый упразднил этот титул, это звание. И, собственно, сам претендовал на то, чтобы светские глава государства были одновременно и духовной главой. И в 1917 году восстановилась эта старая традиция. Как известно, патриарх Тихон был избран по местным соборам. Это ещё сразу после февральской революции, весной 1917 года. Это говорило о том, что в церкви есть и очень сильный внутренний потенциал высвобождения и развития на новой основе. Но, повторяю, в пастве вот эти секуляризационные настроения, критика церкви, неприятие попов вообще получало всё больше и больше распространения. Поэтому, несмотря на обновление церкви после февральской революции, в целом я бы сказал, что процесс всё-таки шёл к кризису. То есть я правильно понимаю, что вот когда мы видим, как люди разрушают церкви, читаем про это, это они не против веры, а против конкретных священнослужителей? Не конкретных даже, а против церкви, как организации, которая настолько срослась с правящим монархическим режимом до революции, что её воспринимали единственное, как такие же монархисты, такие же черносотенцы, как и цари, и, так сказать, сенаторы, и так далее. То есть церковь в глазах большевиков, это была духовная и организационная опора прежнего режима, и именно её-то и нужно было эту опору разрушить, чтобы она не мешала возводить новый мир. Скажите, пожалуйста, Александр Ильич, когда вы готовили выставку, вы какие-то, может быть, узнали, может быть, так знали факты того, а кто приходил в священники в этот период, с 14-го до 45-го года, кто приходил туда? Были люди когда приходили, или только все уходили, арестовывались? Я думаю, что там, если кто-то приходил, то в таком минимальном количестве, потому что там просто оставались люди, которые выживали, по сути. Потому что к 41-му году вообще в Русской Православной Церкви осталось 4 иерарха. То есть если человек в те годы хотел служить в церкви, выхода не было, это было невозможно. Ну, вы понимаете, если у нас к 41-му году не было монастырей, да, предположим, вообще монашество как такое отсутствовало, обучение и всё остальное тоже отсутствовало. то ли к 1 мая, то ли к 7 ноября 37-го года должна была закончиться так называемая безбожья пятилетка, да, пятилетка безбожья, которая организовала этот союз военствующих безбожников. То есть там формулёвка очень замечает. Имя Бога должно быть навсегда забыто на территории страны. Вот это к 37-му году. В 37-му году как раз проявили вот эту самую перепись, и оказалась вообще полная шоковая ситуация для власти, то есть это... А агитация уже стала совершенно маломассированным образом, причём невероятно. Это вот все эти спектакли, фильмы. Ну, то есть все жанры были задействованы. Вообще это вот жанровое многообразие вот этого всего, оно, конечно, поражает. Вот оно целенаправленно. Но там, я говорю, там такая была, вы знаете, очень хитрая вещь. Там как бы с одной стороны борьба с религией именно как со старым пережитком нечто старого. А вот эта главенствующая идея создания нового человека, она так превалировала. В общем, причём неважно какого. Новый человек и новый человек. Это уже стало такой формулой расхожей. Вот надо создавать нового человека. Ну, вы знаете эту знаменитую историю вот этого привода-доцента Петрова, Иванова, который был послан в Африку для того, чтобы... Это потрясающая история, конечно. Мы на выставке про это не рассказываем, но история совершенно замечательная. Она говорит о том... То есть это история о том, как появился Културский и Сухумский заповедник-обезьянник. Хроника есть вообще потрясающая. Не знаете, да? Нет, расскажите. Потрясающая совершенно. Значит, ну вот у нас были два человека. Один Мичурин, который... Он был вообще-то с таким конторским служащим, железнодорожным, который занимался скрещиванием, например, сосны с земляникой. Или ещё что-то такое. До революции он свои труды посылал в Академию наук. Академия наук ему говорила, что, батенька, всё, конечно, замечательно, но вы хотя бы хоть на ботанику почитаете какие-то основы. После революции пригодился. После революции пригодился. А второй? А второй был вот этот самый Иванов, который занимался тем, что то же самое делал только с животными. Вот он с животными. Например, корову с крысой скрестить или ещё что-то такое. Это были совершенно безумные такие вещи. Ну, они всегда во все времена бывают. Но они тогда оказались очень востребованными. Тогда он был привечен властью, отправлен в командировку в Африку. С тем, чтобы там, по-моему, с чемоданом всевозможных золота, бриллиантов и всё прочее, с ним связь поддерживалось через агентуру вообще военную. Это дипломатию и прочее. Там ничего не получилось у него в Африку, потому что он попал в мусульманскую страну. Я не помню, когда в террорине Чада или что-то такое. А там ситуация такая. Там смысл был какой? Что если девочка остаётся одна, замужняя, предположим, муж погиб, вот уговорить её за любые средства, деньги, вступить в связь с этим человекообразной мартышкой. Но дело в том, что в мусульманской стране девочка остаётся одна, она переходит брату. То есть она одна никогда не остаётся. И ничего не получилось. Это потрясающе. Это документы, хроника, и самая потрясающая, что это хроника, видеохроника. И чем закончились дела? Закончилось тем, что тогда, это как в старой истине, разгорание идёт в Магомед, а наоборот. И тогда было принято решение о создании заповедников этих обезьянников в Сухуме, в Абхазии, Сухумского заповедника, и в Колтушах под Ленинградом. Именно для того, чтобы в проведении были опытов. Я могу вам сказать, что когда я видел хронику, как были отобраны комсомолки, которые ведут, запали, держат этого дурачка-мартышку. Это жуть. Смотреть совершенно невозможно. Но потом было принято решение, что опыт не удался, не состоялся, все про это забыли. Я не знаю, отражена ли на выставке. Надеюсь, что отражена. Думаю, что отражена. Такой момент. В 2018 году церковь была отделена от государства. Вопрос мой следующий. А государство продолжало её руководить? Я чуть-чуть в защиту Мичурина всё-таки скажу. Потому что он у нас каким-то дурачком предстоит. Не дурачком. Мы до сих пор кушаем пардон-груши, который он вывел, морозоустойчивый. И вообще он сделал довольно много полезных дел. Может быть, не стоит нам так высока. Хорошо. Насчёт церкви и государства, ну, тут как исторически надо смотреть. Разные были периоды отношений. Что касается первого периода, условно говоря, Ленинского, это была абсолютная красногвардейская атака на церковь с целью максимально изъять ценности и дискредитировать её в глазах народа. Это кампания вскрытия мощей публичного, чтобы показать, что никаких мощей там нет. Это приказание в период в связи с голодом в Поволжье массовое изъятие ценностей для закупки хлеба за границей. Это уже тогда начавшиеся массовые расстрелы священнослужителей только за принадлежность к церкви. И этот режим, такой богоборческий, он, вы правильно говорите, безбожный, эпитереткий. Этот режим 20-30-х годов, он сохранялся, да, и привёл практически к истреблению, да, духовенства в стране, но не вытравил религию из душ людей. А когда патриарх был... А это уже другой как бы этап отношений. Тогда государство как-то руководило церковью? Ну, думаю, во всяком случае, влияло, поскольку без одобрения и согласования с государством ничего сделать было нельзя. То есть церковь формально была отделена от государства? Формально была отделена, но были же знаменитые комитеты по делам религии ещё при Хрущёве, которые как бы фактически вели работу с церковью, с её священнослужителями. То есть из-под контроля государство церковь не выпускало. Я не знаю, уместно ли задавать историку такой вопрос, но, по-другому, никому не задашь. Было очень много разговоров про то, что КГБ внедряло своих агентов под видом священников, и что большое количество священников на самом деле служило в КГБ. Это разговоры, это всё... Есть какие-то исторические... Я документов таких не знаю. Вообще есть архив ФСБ. Директор Института российской истории. Если вы не знаете, значит, нет. Нет, это вовсе не значит. Нет, на самом деле, значит. Я не дедро, и не могу, и не должен знать всю историю до таких деталей. Но я знаю директора архива ФСБ, и если бы такие документы существовали, существовали, я думаю, они уже получили бы огласку. То есть это всё разговоры? Скорее всего, да. Может быть, под ними и были какие-то случаи. Исключить этого нельзя, вот такой агентурной засылки. Или вербовки, наоборот, из иерархов, священников в агенты. Конечно же, наверное, это было, но вот насколько это было массово, я сомневаюсь. Была такая вещь, как... Тут некоторые путаницы есть, значит, агент КГБ, и агент влияния. Потому что такие же истории рассказывают про Орлову и Александрову. Что они были сотрудниками НКВД, что вот они там, поэтому у них был паспорт, они могли в любую страну ехать и всё прочее. На самом деле, они как бы в тёмную использовались как агенты влияния. То есть как бы как предмет, как образец, показание того, что всё на самом деле по-другому. Тут немножко другое. Но то, что, видимо, как пытались влиять, это безусловно совершенно... Скажите, пожалуйста, когда вы готовились к искусству, вы наверняка об этом знаете, как вели себя священники во время Великой Отечественной войны на оккупированной территории? Ну, это по-разному, конечно. Это очень по-разному. Во-первых, это оккупированная территория, это достаточно такая своеобразная вещь. Это одно дело, там, не знаю, Белоруссия с белорусскими партизанами, другие дела, это как Лакокотская республика или ещё что-то такое. Очень по-разному. Это тут невозможно всё это унифицировать и сказать, что там они были все, вставали грудью за защиту Отечества. Потому что, конечно, основная масса людей выполняла функцию, вот те, кто остались, кто были вообще живые, они, конечно, выполняли функцию таких и духовных пастырей, и психических лекарей, и кого угодно. Потому что это была хоть какая-то опора, хоть какая-то надежда. А всякие коллаборационисты, они были везде, ведь это же не только там в русской православной церкви. Я понимаю, что никто не почитал, процент непонятен, но всё-таки большинство священников... Вот мы сейчас рассказывали, как тяжело им жилось, как их арестовывали. Дальше идёт враг. Враг, который уничтожает тех людей, которые уничтожали их. Они большинство из них с какой стороны были? Нет, они остались со стороны, естественно, своей стороны. Я там... То есть вот этого массового количества, как бы вы нас обидели, теперь мы будем против вас, такого не было. Такого не было. Мне кажется, что они понимали, что вот этот новый враг, он ещё хуже, ещё опаснее. Поэтому здесь так... Выбирать в пользу Гитлера против Сталина, такой выбор делали немногие. Нет, это... Потом это... Вы понимаете, мне очень понравились воспоминания о дни мемуары. Вообще вот эти документы, конечно, всякие эмоциональные штуки, которые я там люблю рассказывать, это, конечно, одно дело, а документы немножко другое. Больше всего из военных немуаров меня поразила одна вещь, когда... Слушай, какой-то простой человек пишет о том, что такое для них были немцы, которые его наступали. Они их воспринимали вот чисто по Герберту Уэллсу. Это инопланетяне. Вот инопланетяне. Это какая-то чудовищная сила, какая-то чудовищная мощь. Но потом ещё вот этот все, этот антураж, там всё, форма, всё. Это всё продолжалось до тех пор, пока не был отбит один населённый пункт обратно. И когда те, кто воспринимали это всё как нашествие каких-то вообще нечеловеческих существ, таких космических, всё стало понятно, что это и как это. Но вот эта вот мощь и сила, которая двигалась сюда, она, конечно, была достаточно такая... Вы же понимаете, что война-то была необъявленная, да? То есть это же ведь мы там можем рассуждать долго. Готовился Сталин к войне, не готовился, хотел наступать, не хотел. Это всё из категории досужих размышлений. Но то, что Гитлер напал вообще, что называется, без объявления войны и без каких-либо претензий, потому что мы специально поместили там все эти речи. 22 июня, это очень интересно. Молотов выступил, выступил Черчилль, выступил Геббельс от имени Гитлера. И вот эти... Они все у нас есть. Это, конечно, удивительная вещь. Вот эти причины, как бы, и что, куда, как поступать, очень интересно. Вот, поэтому, что касается вот этой, конечно, никакого массового перехода не было, потому что это все воспринимали именно как образ врага. Выставка заканчивается сентябрём 45-го года. Можно ли говорить, можно ли вообще ставить так вопрос о роли священника во время Великой Отечественной войны? Или их было настолько мало, что никакой роли они особо не играли? Ну, мне кажется, всё-таки можно. Недаром же было восстановлено патриаршество, и были даны послабления для верующих, и открыты, позволено молиться, возвращены церкви. Для чего всё это делать? Это, в общем-то, для создания определённого атмосферы в обществе. Даже если это не касалось непосредственно действующей армии, Красной армии, то они же письмами общались со своими семьями и получали подтверждение, что в стране меняется отношение к религии. И это уже был фактор, который способствовал подъёму духа многих наших солдат. Так что священники и в тылу, хоть на фронте их, как известно, и не было, и не могло бы в то время быть, но в тылу они, мне кажется, делали очень полезное и важное дело, духоподъёмное, как сейчас бы сказали. То есть церковь страну не предала? Нет. Хотя имела, казалось бы, для этого все основания на одну обиду. Обиды были, но было и понимание того, что решается вопрос о судьбе страны, судьбе народа. Я хочу вас спросить про выставку. Насколько я знаю, выставка Лос-Лиманежа должна в какой-то момент открыться на ВДНХ, поэтому вопрос, мне кажется, такой важный. Очень много говорилось о том, что на этой выставке некий новый язык. Что это значит? Вы знаете, но это... Язык, конечно, дело вот в чём. Вот, например, на этой выставке 500 носителей, которые нанесут информацию, 250-метровый экран и прочее. Понимаете, мы исходим из того, что есть люди, которые воспринимают информацию глазами, другие ушами, третьим нужно тактильно, что-то такое. Поэтому мы используем вот эту... Всю эту мультимедийную вещь для того, чтобы просто даже обыкновенные факты донести и как бы сверхзадача сделать это интересным. Потому что любая вещь самая умная, если она неинтересна, и всё, это труба. Поэтому вот это, чтобы привлечь, начиная от маленьких до больших... Я пример вам приведу очень такой... Из выставки предыдущей. Мы сделали такую простую вещь, парусные сражения. Ну, там буквально 40-50 секунд идёт, значит, нажимаешь, выплывают кораблики, они там сражаются, чесменское сражение и всё прочее. И у меня пришла делегация таких замечательных совершенно тётенек, учительниц из провинции, они приехали на какой-то семинар здесь. Они всё это смотрели, всё потом смотрят. Я смотрю, одна плачет. Я говорю, что такое? Она говорит, ну, вы понимаете, ведь мы берём из картона, вырезаем эти кораблики, приклеиваем к доске. Что-то такое дело. Я говорю, оказывается, это можно вот так вот. Дайте нам её. Говорю, берите, ради бога. Но там оказались психологические проблемы. А вот что касается вот этого продвижения всего, нас больше всего поразили мальчишки маленькие, которые, конечно, это поколение новое потрясающее. Значит, у них у каждого в кармане флешка. А это всё на таких-то тач-экранах, всё прочее. И там, естественно, USB, понятно, что есть вход USB, поэтому они играют, и раз туда это, значит, вгоняют, с тем, чтобы слить. Я говорю, ребята, бесполезно, там другая программа, там ещё что-то такое. Но это действует. Вот это... Потому что наша главная цель вот этой выставки, вот эта популяризация в хорошем смысле слова, да, вот эта история, чтобы она привлекала, чтобы люди могли себя осознавать, чтобы в стране была история. Она была не самая плохая, и не самых... Она была просто... Вот эти факты, они интересны, их надо знать. Вот для этого всё это используется. Вы сказали, Юсаня, что вас больше всего поразило количество народов. А что это были за люди? Это молодые люди, пожилые люди, это верующие люди. А вот самые разные. Я там провёл два дня, вот так с утра до вечера, и заметил разницу даже. С утра идут в основном люди пожилого возраста, но в рабочие дни. Пенсионеры с внуками. А где-то с обеда начинается приток молодёжи. Это, видимо, студенты и школьники после... Молодёжь ходит на выставке? Ходит, её очень много. И вот я согласен насчёт этих гаджетов. Очень привлекательный в этом плане современный язык этой выставки и все эти штучки. Только один пример приведу. Есть такая там штука, называется лента времени. Это трёхметровый фриз, на котором отражены основные события, даты, люди на всём протяжении вот этой 30-летней истории. И туда вмонтированы фотографии, старые фильмы, которые как бы проступают оттуда. И возникает удивительный эффект присутствия, что ты как будто бы перенёсся во времени, и ты что-то сам находишься вот среди демонстрантов там в 17-м году или на фронте во время наступления. Вот этот образный язык выставки, мне кажется, он очень аттрактивный, очень хорошо передаёт эпоху и помогает выполнить главную задачу этой выставки. Она ведь называется «Моя история». Вот чтобы молодёжь почувствовала, что это действительно их, наша, моя история. Вот это технически, мне кажется, выставка сделана очень современно. Скажите, насколько православная церковь открыта с точки зрения историка? То есть насколько они предоставляют документы, всё показывают? Насколько это открытая такая область? Ну, у нас хорошее отношение вполне с православной церковью. И я не знаю таких моментов, чтобы нам отказывали в документах. Более того, у нас в Институте, Институте Российской Истории, действует специальный церковь, это сектор, прошу прощения, центр научный по изучению религии. И церкви публикуем книги с использованием и светских архивов, и религиозных. Никаких у нас конфликтов на этой почве нет. А у вас были, как у одного из авторов выставки, проблемы какие-то с поиском? Вы хотите об этом событии рассказать? Нет, документов не дают. Или всё пошло гладко? Нет, ну, знаете, наверное, я не знаю все до единого события, но, по крайней мере, те, что мы хотели осветить, мы практически документы достали. То есть я хотел конфликт найти, его нет? Нет, нет. Нет, там просто есть вещи, которые, ну, как вам сказать, есть вещи, которые вот наши и соавторы, и консультанты, и всё в одном лице. Люди, которые говорят, что, вы знаете, ну, вот нет здесь, это не может быть документом, это фальшивка. Вот такое есть, да. А как это определяется? Ну, это уж я не знаю. А как это определяется? А вы о каком говорите? Я имею в виду там ряд документов, которые мы хотели взять, и нам сказали, что, вы знаете, мы не можем гарантировать, что это настоящие документы. Ну, да. Такое есть. На самом деле это бывает сплошь и рядом, когда какое-то особо важное событие воспроизводится в неких документах, только они потом оказываются не вполне корректными. Такое бывает? Ну, какая-то проблема такой, чтобы вот мы хотели, а нам сказали, вы знаете, это вообще там супер закрыто, это мы говорить не можем. Я, например, узнал, что то, что закрыто, я могу вам сказать до сих пор. Значит, мы делали, естественно, у нас есть такой раздел, деятели науки, культуры, очень интересные мы там попытались всякое делать. Например, авиаконструктор, например, Лавочкин. Я абсолютно не знал, что у него, по-моему, процентов 40 его изобретений до сих пор закрытое. Но это уже другое, видите, ничего не сделано. 40%? Да. Это человек, который работал в 30-е и 40-е годы, вот он там что-то намудрил такое, что до сих пор вообще это закрыто. Ну, какие-то механизмы до сих пор на меня заработают. Ну, конечно, да. Вот эти научные вещи, они, конечно, меня просто поразили. Так же, как меня поразило в своё время, что первый в мире автомат придумал такой у нас оружейник Фёдоров был. Вот это вот то, что мы называем автоматом, который абсолютно один к одному, то есть не один к одному, он очень похож на знаменитые Калашников и всё прочее. Вот. И тоже там были какие-то тоже какие-то секреты такие, технологические, ещё что-то такое. А в основном даже не столько секреты, сколько просто вот забыть, и всё забыть, убрать, и всё остальное. После того, как был подписан Брестский мир, и там у нас началась дружба с немцами и прочими, я имею в виду не сразу после Брестского мира, а позднее, у нас почему-то эти автоматы Фёдорова, как и огнемёты, были сняты с вооружения. Совершенно непонятно по какой причине. Вот. Но это уже отдельная история военная, потому что военная история, она совершенно потрясающая. Я, например, впервые узнал, откуда всплыли... Вы представляете, вот психологическая история совершенно потрясающая. Значит, Сталина всегда ругали, что у него несколько служб безопасности, там, НКВД, там, ОГПУ есть, и военная разведка. Очень мощная разведка была по линии Коминтерна и всё прочее. Значит, главный предатель 30-х годов такой Генрих Самуилович есть Люшков либо Люшин. Я не могу точно сказать, потому что по документам раз. Это человек в звании комиссара госбезопасности. Это Озеро Хасан, 1938 год. Он совершает акт фантастического предательства. Он переходит на сторону японцев. Бедный этот начальник заставы, через которого он переходил, он пришёл на заставу, сказал, что, знаешь, у меня встреча с агентом, ты меня подведи, оставь. Я тут вообще, видимо, понял, что его расстреляют. И он оказался на той стороне. Через неделю все... Никто не понимал, что. Через неделю японские газеты опубликовали. Значит, он был депутатом Верховного Совета, его удостоверение. Значит, вот представителем НКВД на Дальнем Востоке. Всё опубликовали. Все прочее, и пресс-конференции. Пресс-конференции, где, значит, чисто одетый, сидит и рассказывает о том, как, значит, что... Ну, естественно, что надо ругать, значит, мерзкий сталинский режим. Он уже сдал всех агентов НКВД, которые были, ОГПУ, которые там работали на Дальнем Востоке. Вот. А собрали иностранных журналистов с тем, чтобы задавали всякие вопросы. Вот оттуда, кстати, растут ноги вот этих вот чудовищных цифр, связанных с репрессиями. Там, вот, десятки миллионов, это как раз от него идёт. Там были уже эти цифры, большие, но этого десятков не было, никаких миллионов. И вот, понимаете, психологические интересы? Вот это, я считаю, что это драматургия. Встаёт такой высокий, длинный журналист из Германии, представляется и спрашивает, что это такое, и представляется. Рихард Зорге, скажите, пожалуйста, вот как вы там то-то-то-то? Представляете, вот эту ситуацию этого Рихарда Зорге, который сидит вот с подонком, который предал всех его коллег, но его не предал, потому что он не знал, что он там работает. Вот эти вещи, они, конечно, такие характерные очень для того времени, и вот такие истории, в них есть такой временной аромат. Скажите, пожалуйста, вот для вас как... Вы такой же очень живой историк, вот такой, мне кажется. Походу. Спасибо. Читаете стихи. Вот в этом периоде, период с 14 по 14-й год русской пространства, для вас лично что самое интересное? Интересное? Именно, я сейчас не говорю, важное или там, а вот именно интересное. Лично для вас. Мне вот, знаете, что в этом во всем периоде представляется самым важным и интересным это то, что скрывается вот название этой выставки от великих потрясений к великой победе. Всего 30 лет прошло от начала Первой мировой войны до конца Второй. За это время государство наше пережило кризис, революцию, распалось, гражданскую войну, коллективизацию, индустриализацию. И тем не менее, несмотря на все эти трагедии и беды, вот высокий какой-то, говоря языком Гумилева, вот этот порыв нации, какой-то высокий, стойкий жизненный дух, все преодолели, потеряв десятки миллионов жизней и все преодолели и сумели сплотиться и победить в той, в такой войне, где на кону стояла судьба самого народа. Вот этот подвиг народа, мне кажется, вот это самое удивительное и самое привлекательное в нашей истории 20-го века. Вот вы когда говорите, в общем, все это знают, я так никогда по этому поводу не думал, что действительно война началась через 4 года после 1937-го года, там, да это благородское и так далее. Это чудо такое? Как так получилось? Я не склонен объяснять все явления социальной жизни и чудесами. Вы историк, я поэтому вас и спрашиваю, а что это, как это так могло быть? Это какая-то внутренняя сила нашего народа. Ему, этому народу в 17-м году не хватило чуть-чуть стойкости. Нужно было еще полгода програждаться, и война была бы выиграна. Но тогда армия разложилась, фронты рухнули, революция и так далее. Во Второй мировой, то есть Великой Отечественной войне, мы сумели сохранить единство, сплоченность, стойкость. И вот это благодаря чему? Это здесь все сказывается. И роль государства как организатора, и его роль организационная и репрессивная подавление как бы трусов и дезертиров. Все сыграло свою роль, но факт в том, что народ, когда он объединен, он гораздо большей силы, способной преодолеть все вот те трагические неудачи и потери прошлых лет. Вот у вас, как у автора выставки, это особенно интересно. Знаешь, что для вас было самое интересное в истории Русской Красной Церкви на этот период? Вы знаете, здесь самое главное, с моей точки зрения, вообще, это, конечно, начало и конец, да, то есть мы начинаем с пика такой, пикового времени Российской империи, которая потом рухнула, да, и заканчиваем 45-м годом, когда, в общем, по сути, мы должны признать, да, честно, что была создана мощная Красная империя, да, ведь никто себе не мог представить в 20-е годы, тем более, что страна, которая не то, что в десятку сильнейших входит, вообще ни во что не входит, да, вдруг после окончания Второй мировой войны оказывается вообще самая сильная в мире армия, и вообще страна становится державой, второй, там, третий, не важно, она становится державой, то есть мощнейшая, вот как, это вот эти все события, знаете, там нельзя сказать, что это именно потому, что, а вот этот вот комплекс вот этих всяких событий, который привел вот к этому совершенно удивительному явлению, и вот достигнув этого вот этого пика, казалось бы, все, мы великая держава, да, вот я думаю, что дай бог следующая выставка будет, тоже будет, мы вместе будем делать, великая держава, все, вот как в 14-13 году, да, великая держава, сильнейшая армия, там еще что-то такое, ну давай, да, вот опять что-то начинается, но для меня самое главное, что вот это все подошло к возрождению страны, там другой вопрос, с какими вообще ценой и всем остальным, но это было вот создание вот этой великой державы, что и произошло в конце концов, да, война оказалась совершенно удивительным таким вот этим событием, даже не знаю, как это сказать, вот этой кашей, у нас там есть такая интересная вещь, мы хотели, значит, мы сделали на Первую мировую войну такой очень, такой забавный интерактив, в смысле, по технологии забавный, он сам по себе страшный, это котел войны, это реально такой вот виртуальный котел, в котором варится вот эта месива вот этих вот бедных жертв, вот этого всего, мы хотели такую придумать на Вторую мировую войну, но, в общем, поняли, что это нельзя делать, это будет такой совсем, потому что... было бы неправильно, то, что в этой войне другой такой, очищающий, высокий смысл. Поэтому, понимаете, я думаю, что, знаете, как вот, если ты пишешь книгу и ты не видишь, что ты пишешь, то и читатель, который будет тебя читать, он не будет видеть, что ты написал. И то же самое здесь, если ты делаешь вот это, это, конечно, очень такая многоплановая, многожанровая вообще история, все это выставочный жанр, я вообще там два года, два, просто только с прошлого года этим занимаюсь, вообще никогда этим не занимался. Это совершенно другой жанр. Это и не кино, и не книги, и не сценарий, это вообще какое-то такое безумие, с моей точки зрения. Но когда ты все-таки там через споры, через ругань, через все, ну, приходит это общее понимание людей, которые это делают, как это должно быть, то, мне кажется, только тогда и люди начинают понимать, те, кто смотрят, как это должно было быть. Скажите, пожалуйста, Илья Александрович, вот мы берем этот период жизни Русской православной церкви, какие самые главные уроки того времени мы должны извлечь? С вашей точки зрения. Ну, мне кажется, не хотел бы здесь выглядеть пророком, но вполне очевидно, что слабость России заключается в отсутствии внутреннего единства. Когда появляется внутри общества раскол и сильный раскол, то страна и нация быстро слабуют. Это события 17-го года, столетий которых мы будем вскоре с вами отмечать, это очень отчетливо показали. А если мы будем говорить именно об истории Русской православной церкви? А в истории Русской православной церкви, я думаю, это главное, это тот подвиг новомученичества, который отражен на выставке в специальном зале, когда сотни, тысячи и десятки тысяч священников пострадали, отправились в лагеря, сохраняли там человеческий облик. Известно ведь, что Шаламов написал, что в этом невозможном аду единственные, кто сохраняли какие-то человеческие приличия, это были как раз бывшие священники. И они сохраняли этот человеческий облик и другим помогали его сохранить. И были массовые расстрелы их в Бутово, в том же. Это вот, несмотря на это, они свое служение оставались ему верны. Вот это, мне кажется, урок такой, что главный. Страдания очищают душу и, может быть, даже именно в такие периоды, периоды трагедий, и человеческий дух проявляется более выпукло, более ярко, чем в периоды таких, как у нас сейчас внешних благополучий. Юрий Александрович Петров, доктор исторических наук, профессор, директор Института Российской истории Российской Академии Наук. Александр Леонидович Мясников, историк, один из создателей выставки «Православная Русь. Моя история. От великих потрясений к Великой Победе». Я хочу закончить наш эфир словами благодарности вам и словами благодарности всем другим людям, которые делали эту выставку, потому что мне кажется принципиально важным разными способами рассказывать про историю нашей страны, в том числе книгами, фильмами, но в том числе и выставками современной, потому что какой-то очень умный человек сказал, что когда идешь вперед, надо постоянно наглядываться назад, иначе забудешь, откуда вышло, куда идешь. Мне кажется, что это очень правильные слова, и они имеют прямое отношение к этой выставке, и они имеют прямое отношение к нам, к с вами. У нас с вами великая история, она была сложная, но она была, ее надо знать, иначе мы совсем потеряем ориентир. Мне кажется, это очень важно. Спасибо большое за то, что вы к нам сегодня пришли. С вами был Андрей Максимов. Я прощаюсь с вами. Всего доброго, до свидания, пока.